В Актобе больше 50 семей живут как на пороховой бочке. Люди ютятся в аварийных домах и рискуют остаться под завалами. Поэтому требуют переселить их из опасных квартир. В Акимате вроде даже нашли инвестора, который должен был возвести новый дом. Почему стройка заморозилась, еще на начальном этапе узнавала Лейла Уесва. Эти двухэтажки по улице Чекалина построили рядом с исправительным учреждением, в которых когда-то жили его сотрудники. Но со временем объекты приватизировали. Теперь нынешние владельцы просят власти предоставить им другое жилье. Говорят, от постоянной сырости обрушилась часть стены. Кирпичами едва не придавила женщину, да и крыша течет. Чтобы рассказать об очень опасной жизни, жители пришли к Акиму города. Мы уже устали от пустых обещаний. Моя сноха едва инвалидом не осталась. На нее посыпались кирпичи с крыши, и вместе с внуками они переехали в храм Таук к родственникам. А я одна осталась, условий в доме нет. Постоянно болею, операцию перенесла. 20 лет ждем, когда нам обещанное жилье предоставят. Продать такую недвижимость невозможно, а снимать другое жилье не по карману. Из-за жутких условий многие были вынуждены бросить свои квартиры. Алтына Скарова одна из тех, кому некуда переезжать. У нас очень опасная жизнь. Не знаю, наверное, думаю, начальство ждет жертвы. Жертвы, наверное, будут у нас. А кто будет отвечать за эту жертву, не знаю. В Акимате пообещали ускорить снос аварийного жилья. Правда, с городоначальником возмущенные жители так и не встретились. Их принял его заместитель. График производственных работ мы должны сделать. Это первый этап. Второй этап. Мы совместно с вами и с жителями будем конкретно следить за работами, которые непосредственно ваша компания производит. Застройщику даже выделили участок в пригороде Ак-Тубе. Однако работы заморозились на начальном этапе. Инвестор, которого тоже пригласили на встречу в Акимат, много извинялся перед людьми. Объяснял, что его вины нет, и он в любой момент может возобновить строительные работы. Им надо всем бесплатно. А согласно СНИПу, не меньше должно быть 30 квадратов. Посчитайте, сколько квадратов там. 60-65 миллионов в деньг. Кто на такой убыток, преднамеренный убыток, кто пойдет. Оказывается, загвоздка в документах. Проект пришлось переделывать из-за увеличения площади квартир. Первый дом в селе Хазалжар обещают сдать до конца года. Имелась необходимость внесения корректировок в этот проект. На сегодня, буквально на этой неделе, корректировки планируется завершить. И он уже дальше продолжит строительную монтажную работу. Теперь чиновники обещают решить все вопросы и уверяют, что уже до конца года все 58 семей получат ключи от новых квартир. А пять аварийных домов в спальном районе пойдут под снос. Лайла Осева, Жумарт Ходобергенов, телеканал ТДК-42, Актубе.